С радио знакомы каждой. Я могу поставить лекции по инфракрасному излучению далёкому, по далёкому ультрафиолету или рентгену. Там масса интересных вещей, масса любопытных объектов. Но для людей, которые только входят в астрономию, это звучит довольно абстрактно. Они не знают, что такое ультрафиолет, что такое глина, что может излучать в инфракрасном диапазоне. Это как-то немножечко отстранённо от жизненного опыта. А вот с радио люди сталкиваются с пелёнок. И, конечно, все мы находимся буквально в море радио и живём. Это десятки радиостанций, работающих круглосуточно. Это телевидение. Это вышки сотовой связи. И, наконец, это многочисленные гаджеты, которые у каждого есть, если они в кармане, то в сумке. Поэтому радио здесь очень много. А радио здесь уже имеют представление люди с самого начала, с самого детства. Но вот интересно, что если бы наши глаза были чувствительны к радиоволну, что бы мы могли увидеть? Вот тут оказывается, что мы бы просто, может быть, даже ослепли от большого количества попадающей энергии, но никакой чёткой картинки мы бы не увидели, как бы не старались. Дело в том, что в любом инструменте, предназначенном для построения изображения, оптической или радио, это не важно, всегда пределы разрешающей силы ставят дифракции. Другое дело, что помимо дифракции есть ещё много причин, которые ухудшают разрешающую способность инструмента. Но дифракция — это уже, так сказать, абсолютный предел, которого не перепрыгнешь. А там, если угол разрешения имеется в радианах, а не в градусах, то дифракция ставит предел на величину отношения лямбда к д. Лямбда — это длина волны, а д — это диаметр приёмного устройства. Это может быть диаметр объектива, это может быть расстояние между антеннами. Но вот радиоволны — это фактически по природе тот же свет, но только с невероятно большой длиной луны. Если наши глаза чувствительны к свету полумикромных, то радиодиапазон начинается с нескольких тысяч микронов и уходит там в миллионы микронов. Вот поэтому лямбда здесь очень большая, и из-за этого получаются большие углы размытия изображений. Поэтому, если бы мы хотели всё-таки сделать какие-то специальные радиоочки, которые преобразовывали бы радио в видимый свет и могли бы сделать видимыми для глаза радиоисточники, вот такие радиоочки, то для того, чтобы получить картинку резкую, нам понадобилось бы, чтобы эти очки были очень большого размера. Но, тем не менее, радиоантенны и являются такими очками, потому что с помощью радиоантенн, антенн радиотелескопов, можно получить чёткие изображения предмета, далёкого источника, но опять-таки с точностью до того углового разрешения, которое даётся вот этой простой формулой, что я написал на доске. И вот перед вами некий такой коллаж, где на фоне совершенно реальной фотографии радиотелескопа и Григорь видно небо, но здесь нет ни одной звезды. Это документальное воспроизведение радиоисточников на небе в дециметровом диапазоне спектра. Ну, довольно большим куском неба. Вот здесь вот это большое количество точек, которые разбросаны по небосходу, это не звёзды. То есть можно их назвать, раньше на заре радиоастрономии их называли радиозвёздами, не зная природу. Немножко об этом мы поговорим позднее, но они образуют, видите, свои созвездия, они образуют свои узоры, но они не имеют в большинстве своём никакого отношения к тому, что мы обычно называем звёздами. Наряду с этими, в кавычках, радиозвёздами, вы здесь видите некоторые призрачные конфигурации, такие полупрозрачные. Вот облачка, они хорошо заметны на этом изображении. Вот они. И более яркие, и тоже протяжённые структуры, местами такие яркие, местами такие полупрозрачные. Это действительно, именно так бы мы увидели радиоизлучающие облака нашей галактики. То есть вот такая радиокартина, она вполне правильно описывает ситуацию. Но если бы мы смотрели в метровом диапазоне волн, то оказалось, что среди слабых источников есть три очень сильных. Три солнца светило бы на небе. Три мощных радиоисточника, выделяющихся среди всех остальных. Вот на небе, и так в метровом диапазоне, мы бы увидели три ярких солнца. Что это за объект? Первый объект, это наше солнце обычное. Второй объект, это радиоисточник, очень яркий в созвездии Кассиопеи. Мы его сейчас отождествляем с остатком сверхновой звезды. И третий источник, не имеющий по природе ничего общего с первыми двумя, это гигантская радиогалактика, расположенная на расстоянии сотен миллионов световых лет от нас. Это радиоизвод галактика «Лебедь А». Вот эти три источника, они конкурируют между собой по яркости. Вот в этом особенность радиодиапазона, где в оптическом, вообще во всех остальных диапазонах источнику по имени Солнце нету равных, на много порядков вниз. А здесь есть. Вот это открытие было довольно неожиданным, потому что первые радионаблюдения как раз и показали вот эти яркие источники. Но помимо вот этих отдельных источников еще светилось все небо. Но до этого мы дойдем, а сначала я все-таки хотел бы рассказать некоторую предысторию, откуда вообще радиоастрономия возникла. Вот я подготовил тут вот эту презентацию, которую я вам показываю, и сам немножечко копнул историю, чтобы убедиться, что началом можно считать вообще экспериментальные доказательства существования радиоастрономии. А это конец 19 века. Генрих Герц, но до этого уже был Максвелл, уравнение которого позволяли предположить, что электромагнитные волны могут иметь разную длину волны и необязательно быть светом. Но вот экспериментально доказало существование радиоволны именно Герц. Ну, то есть это было, ну не знаю, это было открытие суперважности, суперважное, поскольку никто не мог представлять, представить раньше, что существует какое-то излучение, которое ничем не воспринимается, никак не воспринимается, а в природе оно есть. И он показал, с помощью электромагнитных, опытов с электромагнетизмом, показал, что да, у него искры в промежутке между кольцами давали, волны, которые могли ловиться, восприниматься. Но в 1902 году почти был поставлен крест на еще не существовавшей радиоастрономии. Это сделал Оливер Хевисайд, который обосновал ситуацию, что мы никогда не сможем увидеть радиоволны, запечатлеть радиоволны, идущие из космоса. Почему? Потому что к этому времени стало известно, что на большой высоте у нас имеется ионизованный слой газа. А ионизованные атомы, электроны, они реагируют на радиоволну, они раскачиваются радиоволной, удары между частицами приводят к перекачке энергии волны в тепловую, и поэтому ионизованный слой может просто либо отразить радиоволну, либо поглотить ее. Поэтому мы как бы находимся в такой конуре оболочки и никогда не узнаем, какие радиосигналы могут приходить к нам из космоса. Вот ситуация примерно такая. Вот ионосфера, мы посылаем радиоволну, и в зависимости от того, под каким углом она идет к горизонту, она на той или иной высоте отражается и не проходит во вне. Это выглядело правдоподобно, поскольку непосредственно можно было проверить. И действительно, вот сейчас радиосвязь на коротких волнах, вы все прекрасно знаете, она просто осуществляется именно благодаря отражению этеносферы, потому что мы можем слушать радио, принимать сигналы от радиостанции, которые в прямой видимости не наблюдаются, а находятся где-то под горизонтом. Радиоволны отражаются от ионосферы и приходят к нам. Поэтому мы, если можем сказать, в радиолучах видим, то мы видим радиостанцию не там, где оно есть, а там, где от нее светлое пятно в ионосфере. То есть ионосфера играет роль зеркала. Но, к счастью, здесь была допущена одна ошибка, к счастью, потому что все-таки иначе бы не было радиоастрономии, что пропускательные способности ионосферы зависят от концентрации электронов, и в определенных интервалах длин волн ионосфера может пропускать радиоволны. Этот интервал реально зависит от состояния солнечной активности, но в первом приближении можно считать, что радиоволны прозрачны, начиная от нескольких миллиметров, ионосферы прозрачны для радиоволн, начиная с длины волны от нескольких миллиметров и кончая 20-25 метрами. Вот этот диапазон называется радиодиапазоном. То есть у нас как бы есть два типа телескопов на Земле, которые работают в двух окнах прозрачности. Оптический телескоп использует оптическое окно прозрачности, где атмосфера пропускает излучение, и радиоокно прозрачности, оно используется радиоастрономами. Но первое обнаружение космического радиоизлучения было сделано в 30-х годах, и это открытие принадлежит очень молодому и талантливому инженеру Карлу Янскому, который работал в Америке в очень крупной фирме Bell Corporation. 30-е годы это время очень бурного развития радиотехники, радиоэлектроники, ну на лампах, конечно, а не на полупроводниках. И у него была очень четкая задача, по улучшению радиосвязи между континентами, прежде всего между Европой и Америкой. Он должен был выискать все источники помех, которые мешают радиосвязи, которые делают ее нечеткой, которые зашумляют радиосвязь, и по возможности дать такие рекомендации, которые позволили бы уровень шумов свести к минимуму. Вот первое обнаружение космического радиоизлучения было совершенно неожиданным. Это на волне 14,5 метров, на длине волны. Им была изготовлена антенна, состоящая из целых систем прямоугольных антенн, которая могла поворачиваться на колесиках, по кругу, то есть могла быть направлена в любую область неба, чтобы найти, откуда идут помехи. Оказалось, что помимо помех, явно связанных с грозами, молнии, как известно, являются мощными источниками радио, есть некая помеха, которая никак не устранялась, но она периодически, ее мощность нарастала, а потом спадала раз в сутки. Это было довольно подозрительно, и ясно, что это могло быть связано с вращением Земли. Окончательно это было очевидно тогда, когда удалось померить, что период максимума шумов, периода повторяются не раз в 24 часа, а один раз за период вращения Земли вокруг оси. Как вы все хорошо знаете, Земля вращается вокруг оси совсем не в 24 часа, а в 23 часа 56 минут. И вот в 23 часа 56 минут это был тот интервал времени, который разделял максимум шумов. Ясно было, что они имеют космическое происхождение, и основные шумы шли из области центра галактики. Но такая антенна не могла на такой длине волны точно дать координаты радиоисточников, поэтому природа этого радиоизлучения была загадочной. Он сам, Янский, страшно заинтересовался этой идеей и предложил этой мощной компании и очень богатой компании Белл Корпорейшн, предложил такой бизнес-план исследовательских работ, которым позволили понять, какие же там радиоволны идут из космического пространства. Это потрясающе интересно. Ему очень вежливо ответили, что его не для этого взяли на работу. Он должен обеспечивать коммерческую связь. И точка. Никаких работ дальше не пошло. Все. Астрономы тоже мало заинтересовались этим. И всплеск дальнейшего интереса был только в 40-х годах благодаря тоже американскому радиолюбителю, уже успевшему установить радиосвязь с любителями разных континентов, Грот Рёбером. Когда он понял, что он все, что можно, уже сделал в области установления дальней радиосвязи, он решил, а не попробовать ли мне поработать и понять, что там за радиосигналы идут с неба. Очень важно, но тогда это было дело довольно сложное. Он решил построить свой собственный радиотелескоп. Построил его на своем участке позади дома. Размер антенны был около 10 метров. В 43-м году он начал работать. Вот видите, здесь достаточно примитивное устройство. Лесенка совершенно сбитая из сырых досок. Ну, естественно, сначала он очень долго никаких сигналов с неба не мог получить, пока не пришел к более длинным волнам. Вот как выглядит сейчас его установочка. То есть, телескоп отремонтировали, покрасили, он стоит как музейный экспонат. Ну, мне кажется, что для 43-го года, для любителя, который просто на свою зарплату все это сделал, это неплохо. Кстати, сейчас, если вы посмотрите интернет, вполне легко можете найти такие объявления, как самому сделать радиотелескоп. Да, да, или делают под Нарофобинском, там вообще прекрасно там стоит антенна и они наблюдают. Правда, там рекомендуется использовать готовые блоки, которые используются для спутников телевидения. Вот. Но все остальное сами, они прекрасно видят, как движется солнце в радиолучах. Вот. Десятки спутников, которые, так сказать, по всему небу ходят, они же дают сигналы. Вот. То есть самодельные радиотелескопы, сейчас есть группа людей, которые у них просто увлекаются. К чему это приведет, не знаю, но до, конечно, до посылки, до приема сигналов из далекого космоса пока еще далеко, но уже начало положено. Самодельные радиотелескопы рекомендуются и даже там часть от них можно купить по интернету. Ну вот, это был первый самодельный радиотелескоп. Ну так вот, что было? Вот, пожалуйста, вот как выглядит запись. Это, может быть, знаете, люди старшего поколения, что раньше, как-то вращался такой цилиндр с миллиметровкой, перышко с емкостью для чернила. И там температура или давление воздуха всегда писались вот таким образом. А может, сейчас пишутся, не знаю, на станциях метеорологических. Ну вот, фактически, вот это вот запись пером, запись уровня сигнала. Вот вы видите, вот два горба здесь. Это вот просто в разное время сделаны, там через 24 часа где-то, каждый из них. Вот один горб пронизит Солнцу, а другой центральной части галактики. Ну вот это фактически первые записи космических радиоисточников. Вот эти вот всплески непрерывно. Вот. Это, казалось, это просто, тут ничего уже нельзя поделать. Это работают свечи, проезжающие мимо автомашин. Ну вот, обнаружение теоретически предсказанного радиоизлучения межзвездного водорода в 1951 году это новый этап радиоастрономии. Я уже проскакиваю, конечно, большие промежуточные этапы, иначе у меня будет лекция по истории, а не по радиоастрономии. Но 1951 год и последующие года, связанные с приемом излучения водорода, я не могу пропустить. Значит, сначала было сделано теоретическое предсказание. Теоретическое предсказание заключается в том, что на основе квантовой механики была рассчитана интенсивность длины волны излучения нейтральных атомов водорода. Нейтральных атомов водорода, то есть, где электрон находится на основной орбите, ближайшей к ядру, а все переходы связаны только с изменением направления спина электрона и протона в центре атома. переворачивание спина связано с излучением энергии на фиксированной частоте, и эта частота соответствует радиодиапазону 21 сантиметра, а точнее 1421 МГц. Ну вот, атом водорода, оказалось, может рождать низкоизонергичные кванты излучения, оставающиеся в основном энергетическом уровне. Это было предсказание теоретическое, никто не знал, может ли оно реализовываться в действительности. Чтобы оно реализовывалось, нужно, чтобы Вселенная содержала очень много нейтрального водорода. В те годы о содержании нейтрального водорода во Вселенной не было известно абсолютно ничего, потому что нет средств физических, и не было тогда средств физических вообще обнаружить присутствие газа. Газ, в отличие от пыли, он прозрачен. Мы сквозь газ смотрим, как сквозь идеальное стекло, и не видим его присутствия. Поэтому, даже если бы вся Вселенная была заполнена нейтральным водородом, мы бы не могли его обнаружить до тех пор, пока не стали бы наблюдать на этой длине волны. Ну вот, дальше, это предсказание было, принадлежит датскому физику Ванде Хиллстом, молодому астрофизику советскому Иосифу Самуилу Шкловскому, который тоже рассчитал вероятности переходов, и показал, сюда стоит поискать. И вот, в Соединенных Штатах Америки молодой аспирант, которого звали, так сказать, Гаррольд, по фамилии Иван, под руководством своего профессора решил выбрать тему диссертационной работы поиски нейтрального водорода из космоса. Ну, для этого уже к тому времени была достаточно сложная аппаратура, которая могла иметь чувствительность в принципе очень высокую, но все равно сильного сигнала ожидать не удавалось по всем расчетам. Он применил очень любопытную схему, которая потом часто стала использоваться, но до этого была неизвестна. Чтобы выделить слабый сигнал, антенна переключалась непрерывно на область, где мы ищем сигнал, и область на соседнюю частоту, где сигнал определенно быть не должно. И вот так непрерывно должно быть сигнал, не должен быть сигнал. И дальше смотрелось, есть модуляции или нет при таком переключении. Вот таким образом накапливая информацию, можно выяснить, вот там, где частота, на которой ожидается сигнал, есть какое-то превышение сигнала над шумом или нет ничего. Вот это любопытный метод, он его разработал, собрал аппаратуру, теперь был вопрос, об антенне стоял. Он получил грант на 500 долларов, ну, тогдашние 500 долларов, немножко больше, чем современные, и с помощью студентов сделал вот такую красивую конструкцию. Значит, здесь рупорная антенна, вот, и вся эта труба заводится, так сказать, на второй этаж в радиообсерваторию, в лабораторию, прямо скажем, сначала, где стояла радиоаппаратура, а этот рупор был, он не направляем, вот, надо было посмотреть просто вообще в произвольную область неба, есть водород или нет. Ведь земля вращается, значит, рупор сам поворачивается в пространстве, потому что он стоит на вращающейся земле, поэтому это не значит, что на какую-то точку космоса он ведет все время. Ну, аппаратура была с нашей точки зрения абсолютно примитивная, более того, сказать, была полнейшая катастрофа, как только начинался дождь, потому что вода рекой текла прямо в комнату, и ничего, я бы с этим нельзя было поделать, если закрыть то отверстие, то она просто наполнится, как бутылка водой, и все равно ее надо будет куда-то девать. На таком достаточно примитивной конструкции было открыто излучение нейтрального водорода во Вселенной. Вот он уже постаревший, вот уже во дворе Гарвардского университета, где были эксперименты, вот он стоит около своей антенны, которые сделали форму исторического памятника. Это уже более современная фотография, он недавно умер, кстати. все-таки окно во Вселенную, радиоокно во Вселенную тем самым было прорублено. Ну вот потом, как грибы начали плодиться радиоантенны, пожалуй, что наиболее интересная антенна радиотелескоп, который назывался Бикьер, Большое Ухо по-английски в штате Огайо построена в 65-м году, он был неподвижный, то есть можно было менять немножечко направление, но очень небольшой степени, и опять-таки использовал вращение Земли как аппарат, который позволяет обозревать небо. Ну вот размер этой антенны, размер вообще самого радиотелескопа был, ну как футбольное поле практически. Вот, проработал он довольно долго, и только два года назад был разобран, и это место было продано для поля, для гольфа, для развлечения. Вот, но свою историческую роль он сыграл, поскольку с его помощью было обнаружено около 20 тысяч радиоисточников на небе. Около 20 тысяч. В то время, в 65-м году, уже некоторые источники были отождествлены, в частности, и радиоисточника Лебедь А, и Кассиопея, были отождествлены. Ясно было, что мы имеем дело с объектами, которые как-то можно иногда наблюдать в оптическом диапазоне, но он еще знаменит тем, когда его уже перегнали другие телескопы по размерам, по возможности, он переклинифицировался на поиске сигналов внеземных цивилизаций. Ну, в области, вблизи, конечно, линии 21 сантиметр, довольно остроумная система, которая позволяла вылавливать монохроматические сигналы на какой-то частоте, если они приходят в какое-то время. Вот, и люди просто приходили на работу и смотрели записи, меняли частоты и прочее, прочее. Но самое интересное, что, ну, как вы знаете, что никаких сигналов убедительных до сих пор от внеземных цивилизаций не получено, исключением одного, который как раз радиотелескоп Большой Рух получил. Значит, это, он пошел в историю как сигнал ВАУ. Это вот запись совершенно неожиданная, на одном из каналов довольно мощное пришло и излучение, которое продолжалось около двух минут и исчезло. Причем на соседнем канале, на соседних частотах никакого излучения не было. Что это такое, до сих пор никто не знает. После того, как это было обнаружено, сигнал был довольно сильный, несколько сигм, ну, ошибок, и уже, наверное, сотни часов, разные телескопы просматривали эту область неба, она как раз находится в области стрельца, вот ее координаты, кто хочет записать, что-то оттуда пришло. Совершенно непонятно, до сих пор, это вопрос, который науке открыт, можно просто, так сказать, чесать голову и не знать, что это такое. То ли это, может быть, очень оригинальный какой-то сбой радиоаппаратуры, к чему склоняется большинство, но если бы это было сейчас, ну, в то время уже, так сказать, были там запушки спутников, говорят, что, может быть, что-то случилось, какой-то спутник военный засветился, но почему-то на частотах, которые для, не для военных, не для коммерческих структур не представляют большого интереса, это все-таки там десиметровый диапазон, но, в общем, до сих пор это неизвестно, вот, пожалуйста, вот его местонахождение, кто хочет, пожалуйста, поищите, может быть, там что-нибудь вспыхнет на вас, вы откроете цивилизацию и получите наружескую премию. Вот, ну вот, теперь самый большой радиотелескоп с антенной диаметром 300 метров расположен в Пуэрто-Рико на острове, он неподвижен и наведение на источники осуществляется перемещением каретки в фокусе этой трубы, вот, вот этой каретки. Сюда можно подняться на лифте, вот, и потом здесь есть способ, путь по дорожке пройти и там поменять аппаратуру, если надо, поправить что-то. Но, во всяком случае, этот телескоп активно работает и на прием, и на передачу, и вот, даже передача земной цивилизации некой информации в сторону шарового скопления тоже было сделано с помощью этого телескопа. Но через несколько тысяч лет сигнал дойдет до потенциальных слушателей. Ну вот, другой пример, это максимальный размер существующей подвижной антенны, это 100-метровая антенна радиотелескопа Гринбэнк в Соединенных Штатах Америки. 100 метров, это, понимаете, это очень много. Вот, посмотрите на фигурки людей внизу картинки. Довольно впечатляюще. Я в свое время, в 70-х годах, в своей первой заграничной поездке, как раз была поездка на радиоастрономическую обсерваторию Джодерл Бэнк, где стоит телескоп чуть-чуть поменьше, я помню, что меня больше всего поразил фантастические масштабы, как будто бы, знаете, из наушно-фантастического фильма о будущем. И как контраст к этому под радиотелескопом с Ташкиссеной и коровой. Ну вот, в Германии тоже 100-метровый телескоп Института Макс Планка в Эфельсберге. Тоже здесь вот размеры немножечко скрадываются близко стоящими деревьями, но на самом деле это 100 метров. Футбольное поле, можно сказать. Ну вот, если говорить о российском, вот, пожалуйста, наш телескоп рядом с Москвой. Вот. Около города Калятин под Тверью. Вот такая поворачивающаяся антенна. Поворачивающаяся антенна меньшего размера Пущино под Москвой прекрасного. Знаете, там, кстати, работает астрономический кружок, вот, вы можете побеседовать с руководителями. Вот это действительно наши отечественные радиотелескопы, но они все-таки не столь крупные, как за рубежом. Ну, правда, есть очень большой телескоп Ротан-600 оригинальной конструкции. Это здесь много сотен щитов диаметром 600 метров, а щиты плоские, высотой в 7 метров. Они отражают радиоволны на облучатель подают энергию, а там уже стоят приемники, которые в радиоастрономии называются не приемниками, а радиометрами. Ну, вот, Пущинский радиотелескоп 22 метра под Москвой на базе списанного военного линкора стоит основание, которое вращается. Тоже Пущинский радиотелескоп, крест километровой длины тоже используется в настоящее время. Но, правда, уже несколько десятилетий этим инструментом. Они, конечно, уже морально немного устарели. Поэтому сейчас есть и другие радиотелескопы у нас. И в Паттории построены телескопы, и на Медвежьих озерах. Но все-таки таких крупных, как в Германии или в Соединенных Штатах, пока у нас таких радиотелескопов нет. 27 антенн диаметром 25 метров, плечи по 22 километра, вот так U-образные плечи, это американский телескоп VLA, что переводится как Very Last Array, это очень большая решетка. Они работают, радиотелескопы работают в совокупности друг с другом по одинаковым объектам, чтобы реализовать схему радиоинтерферометра. И тогда разрешающие способности радионаблюдения удается повысить настолько, что намного эта разрешающая способность выше, чем лучшие оптические телескопы, лучше, чем Хаббловский телескоп, причем во много-много раз, за счет того, что антенны далеко удалены друг от друга. Я уже говорил вам на первом занятии, в первый день, что космические радиоинтерферометры позволяют делать рекордные разрешения. Рекорд, самый большой в мире астрономический инструмент создан в России. Это радиоастрон, который работает в совокупности с наземными элементами. Угловое разрешение несколько микросекунд, я уже говорил вам, что это такое. Вот он в цехе, где он изготавливается. Вот то, что вы видите сверху, это представляет собой в сложенном виде антенна. Потом она как зонтик. Вот знаете, когда зонтик расправляется, а в сложенном виде зонтик тоже похоже выглядит. Но здесь проблема в том, что нужно обеспечить высокую точность. Если хоть на миллиметр будет расхождение между отдельными сегментами, то телескоп уже никуда не будет годиться. Вот он в расправленном состоянии, где с ним проводят работы испытательные. А в планах у нас запуск еще более интересного инструмента. На грани между инфракрасной и радиообластью инструмент называется миллиметрон. Уже прошло три или четыре наушных семинара, посвященных задачам этого инструмента. Ориентировочный запуск будет через три-четыре года. Вот он даст еще более высокое угловое разрешение, чем радиострон. Работать он будет во второй точке Лагранжа, то есть на расстоянии 1,4 миллиона километров от центра Земли. И его возможности будут... Ну, вот если удастся сделать то, что планируется, то он будет примерно в сто раз чувствительнее, чем самые чувствительные инструменты этого диапазона, запущенные в космос в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Не в два раза, а в сто раз. За счет невероятного охлаждения все антенны и радиоприемников. Вот. Удастся ли это? Вопрос другой, но планы грандиозные. И, наконец, тоже я об этом упоминал, самые крупные из существующих астрономических проектов. Международный проект СКИ, Square Kilometer Array, это система антенн, нескольких тысяч антенн, которые будут установлены в прериях, на большом просторе, где они могут синхронно работать по одному и тому же объекту. Задача невероятно сложная. Начало строительства предполагается через два года, в 2016 году. Первая фаза будет завершена в 2019, а полностью проект должен быть готов в 2024 году. То есть работать с этим проектом нужно молодым. Вот сейчас уже стоимость оценивается в полтора миллиарда евро этого проекта. Я так думаю из общих соображений, что когда проект будет готов, то он окажется значительно дороже. Мне хотелось бы, чтобы вы хотя бы восприняли масштаб этого проекта. Я поэтому нашел в интернете компьютерную анимацию проекта SKI. Я хочу, чтобы вы посмотрели. Вот то, что собираются сделать. Мы смотрим как бы с вертолета. Вот эти антенны SKI. Это первый тип антенн. Почему разные типы? на разные частоты. Потому что это будет радиотелескоп, который покроет весь диапазон радиоволн, который сейчас используется. Вот посмотрите, сколько их много. Каждый из них вполне мог работать бы на месте пущенского радиотелескопа, каждый из этих антенн, с таким же успехом. но это только одно гнездо, один тип антенн. Они достаточно приземистые, но главное, что нужно обеспечить синхронное их наведение всей этой массы антенн на объект с теми же самыми координатами. Причем здесь нужно учитывать, что они находятся не на плоскости, а на круглой земле. То есть учитывать кривизну земного шара на том расстоянии, которое разделяет одну антенну от другого. А дальше идут антенны другого типа, чуть поменьше. Это у них хуже разрешающая способность, у каждой по отдельности. Такие антенны синфазные они достаточно хорошо известны, используются, но здесь вся сила в том, что они работают одновременно. И наконец антенны так называемые плотные решетка, антенны уже работающие на других принципах. Они имеют такой вид замкнутых пространств. Устройство достаточно примитивное с точки зрения железок, но с точки зрения электроники очень сложное. И все это в плане составляют отдельные узлы. Каждый тип антенн составляют отдельные узлы. Но помимо узлов для увеличения разрешающей способности есть отдельно стоящие антенны, которые работают в режиме интерферометра. Вот они попадаются одна, другая, третья, а вокруг них тоже другие комплексы антенн тех же типов. Но это уже меньшее гнездо. И вот их сколько будет. Вот это общий план. Посмотрите расстояние 1000 километров от ядра, 2000 километров и вплоть до 3000 километров. вот здесь вот каждая точка это комплекс большого количества антенн. Впечатляет? Мне очень жалко, что люди об этом не знают. А на самом деле это впечатлило все страны, многие страны. Вот здесь зачернены те страны, которые сказали, что они согласны принять участие в этом проекте. Здесь Россия тоже есть, но пока наше правительство колеблется, стоит ли выделять деньги. То есть поэтому отношение других стран вроде так, я не знаю насчет Украины, она тоже зачернена. Но нет, Украины здесь нет, пардон. Но Россия пока не известна. Вот обсуждается на верхах в министерствах, нужно ли нам вообще участвовать в этой игре или нет. Дорогой проект, ни одна страна не справилась бы с этим. Вы представляете, это всего лишь там в 30 раз дешевле Олимпиады Сочинской. Не в 30 раз вру. Сочинская Олимпиада сколько, 50 миллиардов чего? Это рублей или долларов. А? Ну полтора миллиарда начальная стоимость. По сравнению с Олимпиадой на всех конечно. Ну да, да, Ну понимаете, так широким кругом населения интереснее Олимпиада. Этот проект он не даст такой высокой разрешающей способности, как радиострон. Как же выглядит небо в радиодиапазоне? Вот просто такая визуализованная карта всего неба. развертка от 0 до 360 градусов от полюса до полюса. То есть весь небосвод представлен в такой проекции. Вот как выглядит само небо. Значит самая яркая часть это связанная с галактическим экватором. Здесь концентрируется основное количество источников. Дальше вы видите всплески, идущие в разные стороны. это более близкие образования, это в основном остатки сверхновых. Здесь источником радиоизлучения являются космические лучи, которые движутся в магнитных полях. А вообще надо сказать, что есть два основных механизма излучения. Тепловой и синхротронный. Вот это основные механизмы. Есть там еще некоторые другие, типа матерного, но это маленькое количество источников. А в основном тепловой и синхротронный. вот тепловой механизм ответственен, скажем, за радиоизлучение горячих облаков газа. Они являются радиоисточниками. А вот это уже всем нам знакомая туманность горбовидная. Мощнейший источник не теплового асинхротронного излучения, причем излучает вот эта внутренняя такая размытая белесая часть. Здесь свет идет не потому, что там есть много вещества или много газа. Это излучает радиация. Фактически это мощнейшая радиация. Гигантское количество поблотности потоки электронов в магнитных полях дают нам радиоизлучение. Вообще говоря, синхротронный механизм преобладает. Принцип его работы достаточно простой и был уже ясен еще 50 лет назад. Доказательство синхротронной природы радиоисточников принадлежит Герловсону, Генбургу, Шкловскому. А суть такая, что магнитное поле, как известно, действует на заряда только в одном случае, когда заряды движутся. Если заряд неподвижен, то он не чувствует магнитного поля. Но когда у нас в космосе движутся очень быстрые электроны, они чувствуют даже слабое магнитное поле межзвездного пространства, начинают вращаться, говорят иногда по спирали, это неправильно, спираль нечто другое, это винтовая линия, начинают двигаться не по спирали, а по винтовой линии, как бы наматываясь на линии магнитной индукции. И по законам физики любой ускоренный заряд излучает электромагнитную волну, волну в направлении движения. Вот быстрая волна. Здесь излучение возникает, каждый электрон светит, как маленький фонарик, а в совокупности мы видим мощное излучение, которое приходит к нам из области, где элементарные частицы электроны движутся в межзвездных магнитных полях. Основные типы космических радиоисточников я ввел в табличку. Солнце, планеты и межзвездный газ в других галактиках тепловой механизм, остатки сверхновых и пульсара синхротронный механизм, активные ядра галактики квазара синхротронный механизм, и, наконец, фоновое реликтовое излучение, о котором я очень подробно буду сегодня говорить на лекции второй моей. Это тепловой механизм. Солнце в миллиметровом диапазоне. Здесь видны активные области. Это радио Солнца. Вот Солнце на частоте 5 гигагерц. Это уже дециметровый диапазон. Здесь вы видите другие слои Солнца, более глубокие. Уже видна определенная структура. А планеты в радиоизлучах выглядят по-разному. Меркурий, Венера и Марс это тепловое излучение, а Земля и Юпитера и Сатурн преобладают не тепловое излучение. Почему? Каждый из вас должен уже хорошо понимать. Потому что эти три планеты обладают мощными полями магнитными и космические частицы, космические лучи, солнечные космические лучи, быстрые энергетические частицы захватывают этими полями и пока живут, пока тормозятся, отдают свою энергию в форме радиоволона. Ну для примера, вот скажем, как выглядит Земля в радиодиапазоне из космоса. Это реальные картинки Арктика, Антарктика, облака прозрачны для радиоволн, поэтому мы облачного покрова не замечаем, но разным цветом здесь отмечены разные интенсивности, которые характеризуют температуру. Вот дистанционное измерение температур по радиоизлучению это разработанный и отработанный астрономический метод. Вы здесь видите холодную Антарктиду, довольно красноватая, более высокая температура Европы и Америки. Здесь не видна, к сожалению, не Африка, она здесь была бы самая, пожалуй, яркая. Вы видите внизу указатель, какой цвет, какой температуре соответствует. 280 градусов вы понимаете, что это примерно температура плюс 7. Это длина волны полтора сантиметра. Вот Юпитер, например, это не радиокартинка, это картинка полученная любительским телескопом. Юпитера, а вот его радиоизображение. Вот так в радиодиапазоне выглядит Юпитер. Немножечко странная и не похожая на оптическую картинку, связанная с тем, что сама планета это центральный круг, а вот эти отростки это фактически так мы видим радиационные пояса, которые окружают планету и являются основным источником излучения, поскольку имеют синхротронную природу. А вот как выглядят спутники на орбите, это просто схема. Большая часть спутников здесь покатана. Кольцо это геостационарная орбита. Вот тут каждая точка это спутник. Отдельно здесь можно выйти на международную космическую станцию. Но они же тоже используют радиодиапазоны, фактически это тоже радиоастрономия, но радиоастрономия как бы наоборот, для обслуживания Земли. Аппараты GPS и аппараты серии GLONASS это те самые аппараты, которые дают нам возможность знать наше положение на Земле и знать, есть ли пробки вдоль той или иной улицы. Правильно? То есть мы используем GPS-станцию. Это очень дорогостоящая система, которая состоит из десятков спутников, из большого количества обслуживающих радиостанций на разных континентах, которые меряют координаты этих спутников, все это сводится вместе, анализируется, потом закодируется таким образом, чтобы наши крошечные карманные смартфоны могли принять и анализировать этот сигнал. И все это, обращаю ваше внимание, все это делается за счет деньги американских налогоплательщиков, за счет финансирования Министерства обороны Соединенных Штатов Америки. Ну, когда мы перейдем на ГЛОНАС, это будет Министерство Обороны Российской Федерации, но пока мы еще не достигли таких точностей. Но все-таки ГЛОНАС работает, вот как выглядит приемник ГЛОНАС. Тоже знакомая ситуация. Вот, теперь отойдем от Земли уже подальше, межзвездная среда, крововидная туманность, остаток вспышки сверхноводеза. Хорошо, что еще? Вот в центре вы видите вот эти расходящиеся кольца, это, кстати, фотография, это изображение в рентгеновской области спектра, потому что здесь синхротронное излучение дотягивается от радио через оптику до рентгеновского излучения. То есть синхротронное излучение при очень высоких энергиях может быть в любом диапазоне спектра, включая оптику и рентген. Вот здесь рентгеновская карта. Здесь все тянется хвостик какой-то виден из центра. Это работает пульсар, который находится в центре карбовидной туманности и крутится, делая около 30 оборотов в секунду. Пульсар излучает узконаправленный конус вдоль оси вращения, точнее вдоль магнитной оси, а не вдоль оси вращения. Магнитная ось может не совпадать с осью вращения. На этом рисунке ось вращения вертикальна, а магнитная ось вот там, где выбросы идут. Поэтому вращение приводит к тому, что этот конус крутится, если нам везет, то Земля периодически попадает в этот конус, и тогда мы видим, что источник пульсирует, мерцает с той частотой, с которой нейтронная звезда вращается вокруг своей оси. Вот другой мощный источник, который, я напомню, он с Солнцем конкурирует, это радиоисточник Кассиопея А, мощный радиоисточник, а в оптике он выглядит очень невзрачно. Это оптическая фотография, полученная космическим телескопом Хаббла, и вот эти ошметки газа представляют собой слабо светящийся разреженный газ, оставшийся после взрыва сверхновой звезды чуть более 300 лет назад, которая произошла в созвездии Кассиопеи. А вот тот же самый объект в радиолучах. Здесь уже совсем другое, уже ошметками эту картинку не назовешь. Здесь это расширяющийся шар, заполненный быстрыми частицами, и механизм излучения здесь, конечно, синхротронный, и вы здесь видите прекрасно, что довольно сложный характер, связанный с, пожалуй, сложным характером магнитных полей в этом расширяющемся остатке сверхновой звезды. Это изображение полученное на VLA, крупнейшем телескопе американском, о котором я говорил. А это уже центр нашей галактики, здесь много радиоисточников, вот ядро галактики находится здесь, здесь сидит сверхмассивная черная дыра с аккреционным диском, с ней связанный источник, ярчайший источник нашей галактики Стрелец А. Но здесь много других источников, причем разной природы, в основном это остатки сверхновых звезд излучают. Есть источники не очень понятной структуры, типа вот этих нитей, а вот эта маленькая точечка, крошечная, это вообще далекая галактика, которая случайно спроектировалась на эту область неба. Совершенно другого типа объект. Современно свежее сверхновое, вот остаток сверхновой, то есть есть в основном сверхновые, кроме центрального источника. Но для нас важно использовать радиоизлучение, чтобы определять скорости, определять химический состав среды. Для этого нужно, чтобы были спектральные линии, потому что и тепловое излучение, и синхротронное излучение спектральных линий не имеет. Спектральные линии имеют излучение либо излучение очень разреженного газа, которое соответствует переходу атомов между энергетическими уровнями. Ну вот таким излучением может являться излучение в линии 21 см, о котором я уже говорил, а также линии излучения в молекул. Сейчас найдено несколько десятков молекул, которые излучают в радиодиапазоне, в том числе и мазерным механизмом излучения. Вот такой же механизм, какой связан с излучением моей указки. Но правда это называется лазерный механизм, но это просто потому что длина волны короткая. То есть это яркое пятно возникает не потому, что здесь есть лампочка накаливания. Здесь вообще это не тепловой механизм. И это и не синхротронный механизм. Это другой тип механизм, открытый только в 60-х годах. Прекрасно. О нем рассказывают на уроках физики в выпускных классах. Я поэтому эту тему здесь без надобности задевать не буду. Но обращаю внимание, что из молекул самая распространенная молекула излучения, которая принимается, это молекула закиси углерода СО. Не СО2, а именно СО. В обычных средах она быстро становится СО2, присоединяя к себе атом водорода. Но в междвездном пространстве это молекула СО. Вот эти молекулы СО выдают нам самые-самые холодные области среды, поскольку они сопровождают молекулы молекулярного водорода в радиодиапазоне неизлучающие. Мы по карте яркости молекул СО судим и о том, как молекулярный водород распределен. И вот молекулы СО выдают нам присутствие плотных молекулярных облаков, это тех самых облаков, из которых рождаются звезды. Звезды рождаются не из таких туманностей, как туманности Ориона, а звезды рождаются из туманностей очень холодных, которые в оптике вообще не видны. Это молекулярные облака, и вот в нашей галактике они концентрируются к спиральной структуре, но в спиралях также усилено синхротронное излучение, поэтому именно по радионаблюдениям удается воссоздать карту нашей галактики как целого. Вот здесь в центре галактики, здесь находится Солнце, оптические наблюдения охватывают очень небольшую область вокруг Солнца, там 1-2 килопарсека, а вот вся эта красивая структура проявляет себя только по анализу радиоданных в линии 21 сантиметр и в линии СО. Ну я несколько слов скажу и о других галактиках. Ну прежде всего Магелланово облака, вот фотография, большое и малое Магелланово облако, как они видны, ну можно сказать в бинокль, вот так в бинокль видны в южном полушарии. В радиодиапазоне все зависит от того, какую частоту мы выберем. Если мы выберем частоту, соответствующую излучению водорода, ну то есть 21 сантиметр, то эта система будет иметь вот такой вот вид. Вот это вот большое Магелланово облако, здесь водород светится, это не то, что-то горячее, это все холодное, это все холодный газ. Звезд здесь не видно вообще никаких, только газ. Это холодный газ Большого Магелланово облака, это холодный газ Малого Магелланово облака, а это холодный газ, который выбрасывается из этой системы. В основном благодаря тому, что они гравитационно взаимодействуют между собой и в совокупности с гравитационным полем нашей галактики, которая тоже ответственна за появление длиннющего хвоста, который называется Магелланов поток, он был открыт в середине 70-х годов, и вот если нарисовать картинку, это конечно картинка художника, вот наша галактика, вот большое Малое Магелланово облако, и вот этот длинный хвост тянется, потом он на конце распадается на кусочки и падает в нашу галактику. То есть если бы могли видеть глазом на этой частоте, мы бы увидели от Магеллановых облаков тянется дуга примерно 100 градусов по длине. То есть вот на полнеба, даже более чем на полнеба. Это газ, полная масса этого газа, где-то 100 миллионов масс Солнца, никаких звезд там не образуется вообще, потому что он слишком разрезан для этого, но он распадается на кусочки и потом этот газ опускается на диск нашей галактики со скоростью около 200 километров в секунду, тормозится здесь. Эти процессы исследуются непрерывно, ведутся наблюдения, мы просто можем видеть, как происходит процесс торможения, что там возникает, как эти облака реагируют на ультрафиолетовый поток, поднимающийся от диска нашей галактики. Это интереснейшее направление астрономии, которое занимается довольно много людей. К сожалению, большая часть остальной публики существующей об этом даже не догадывается. вообще на нашу галактику много что падает. Это тоже радиокартинка, наложенная на оптическое изображение Млечного Пути. Здесь изображены только высокоскоростные облака, то есть облака, не принадлежащие нашей галактике с другим скоростями. Вот это Магелланово облака и поток Магелланов. А это все развертка нашего неба. На ней мы бы увидели высокоскоростные облака, как области разной формы, разного размера. Долгое время вообще не могли понять, на каком расстоянии они находятся. Но нет способа определения расстояния. И только для самых крупных из них удалось косвенными методами показать, что где-то на 1-2-3 килопарсека от нас. То есть они уже внутри нашей галактики, но они еще продолжают падать на диск. Это интереснейшее направление радиоастрономии, очень тесно связано с такими вещами, как эволюция нашей галактики, откуда газ у нее появляется. Ну, таких галактик, где газ падает или выбрасывается из звездных систем, очень много. Вот известная система Большой Медведицы. Вот это, вы же знаете, что это за галактика. Это галактика М81, это М82, все это Большой Медведицы. Это оптическая фотография в радиодиапазоне, вот как система выглядит, вот это М81, это в линии 21 сантиметр, это холодный водород, это М82, а это потоки газа, связанные с прерывным взаимодействием системы. Очень любопытно, особенно для меня, например, абсолютно загадочно, каким образом внутри этих потоков возникают крупные плотные конденсации и начинается звездообразование вдалеке от галактик. Я этого не очень хорошо понимаю, но пытаюсь разобраться и не только я один. Или вот, например, галактика NGZ 5055, вот это оптическая фотография галактики, это спиральная галактика, это ее радиоизображение, но самое интересное, что масштаб одинаков. Масштаб одинаков, то есть мы видим в радиодиапазоне просто дальше от центра. Много. Оказалось, что газовые диски галактик продолжаются уже далеко за границей оптического свечения. Это очень важный вывод, он имеет большое значение, особенно это характерно для галактик карликов. Вот для меня, например, самый удивительный пример, это вот этот, карликовая галактика NGC 2915. Это, видите, вот звездочки на темном фоне, это все оптическая фотография. Вот галактика сама, карликовая галактика NGC 2915. И на это изображение наложена карта распределения нейтрального водорода в галактике. Вот она, какая галактика на самом деле. А то, что мы видим, это только вершина айсберга. Ну вот, а? Ну, есть, да, есть похожие на спираль, правильно. Которые являются мощнейшими радиоисточниками, радио, я бы сказал, не просто радиоисточниками, а целыми радиостанциями, потому что их радиоизлучение очень сложно, оно не постоянно, оно переменно. Вот, это ядро радиогалактики Дева А, это ядро ярчайшей и мощной эллиптической галактики в скоплении созвездия Девы. Вот, источником радиоизлучения в радиогалактиках являются тоже аккреционные диски вокруг сверхмассивных черных дыр, как полагают. Их, помимо непрерывного радиоизлучения, идущего по всем направлениям, они, так сказать, могут иметь частично и направленное излучение, джеты, там выбросы происходят, но, пожалуй, наиболее мощная радиогалактика, которая нам известна в нашей окрестностей Вселенной, это Лебедь А. Вот это карта звездного неба, вот все узнают созвездие Лебедя, вот эта звездочка, вот знаете, как называется, да, это Альфа-Лебедя, ну конечно, да нет, конечно, вот, да, да, Альфа-Лебедя, конечно, да, я виноват, мне туда показал, вот, а вот в этом углу находится как раз радиоисточник Лебедь А, это тот самый радиоисточник, который по яркости соперничает на небе с Солнцем, по радиояркости, в метровых лучах, а вот радиокартинка этого источника, это ядро галактики, это выбросы, которые здесь очень хорошо видны, они упираются в межгалактическую среду, теряют свою энергию и дают радиоизлучающие облака, которые называются радиоуши, как правило, их два, потому что, вот, вот галактика, еще один пример галактики в созвездии Печи, это оптическая фотография, это на оптическую фотографию наложено радиоизображение, вы видите, что совершенно по-другому стали восприниматься галактики, когда появилась возможность видеть их радиокартинку, а вот радиогалактика Геркулес А, тоже на оптическую фотографию наложено радиоизображение, но, пожалуй, да, вот этот Центавр А, то же самое, то есть источником энергии являются струи релятивских частиц, выбрасываемые из окрестностей активного ядра, вот так скажем, вот, но, пожалуй, что вот, чтобы кончить мне, я должен хотя бы несколько слов сказать о квазарах, и первый квазар, который был найден, вот в созвездии Девы, это кусочек неба, созвездия Девы, где самые слабые звезды, где-то имеют 15-16 звездную величину, из этой области идет мощное радиоизлучение, которое долгое время никто не могло установить, из какого же объекта оно исходит, и помог случай. Дело в том, что через эту область неба периодически проходит диск Луны, а через диск Луны радиоволны не распространяются, поэтому, когда радиоволна, если радиоизлучение вдруг прекратится, это значит, что диск Луны закрыл радиоисточник. Вот так и дождались, вот накатывается диск Луны, вот радиоизлучение при этом принимается, 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 потом стоп, оно исчезло, значит, источник где-то на лимбе. Потом нужно просто подождать, когда Луна будет отходить в сторону, и пересечение этих двух кругов дает получение радиоисточника. Вот эта фотография радиоисточника, реальная фотография, называется он 3C273. Это фактически первый квазар, который раньше был известен как переменная звезда. Вот его фотография оптического телескопа Хаббла, как она есть, и с закрытым ярким ядром галактики, чтобы было видно, что вокруг тоже есть звездное свечение. Квазары это те же самые ядра галактик, только на очень высокой стадии своей активности. Ну вот я подхожу к концу, потому что все остальное это, так сказать, картинки и выход на космологию. А о космологии я буду говорить, о галактиках с большим красным смещением, я буду говорить сегодня во второй половине дня.